приятно что у меня есть такая возможность делиться вот тем что накопил то есть я богатый человек и могу поделиться если обращаясь к партнером проекта какой-то спортивный магазин захочет поделиться перчатками сделать благо всем чтобы нам не было шапочками костюмами участвуйте вот на данный момент магазин унция чайная сказал что будет давать нам чай на пробу может кто-то еще захочет присоединиться стоматологи зубы будут вставлять на нашем проекте да вот и вынимать если у кого-то есть собака у нас есть алексей который может дать неоценимые советы ну и так далее свободные художники нарисуют с вас свободный портрет да я понял что это образно такое по жизни свободных художник но он может научить вас как быть художником своей жизни третья форма раскачивать радугу возьмем классическое положение стопы примерно на ширине плеч повторим первые две формы первая вдох выдох вторая форма расправить грудь вдох выдох и вот прямо из этой формы мы переходим к третье я зеркально в одну сторону с вами сделаю поднимаем руки вверх и переносим вес тела на правую ногу одновременно разворачиваю левую стопу и правую немножко так что было вот такое положение стоп примерно под 40 градусов одновременно немножко присаживать чуть больше на правую ногу вес тела больше на ней примерно 70 процентов правая рука выходит над макушкой а лево примерно уровне глаз здесь заканчивается выдох вдох пальцы направлены вверх и поворачиваюсь влево обе стопы поворачиваю левая стопа под 45 здесь прямо выдох опять центр ладони над макушкой а правая перед глазами вдох выдох вдох выдох каждый раз мы переносим вес тела на опорную ногу которая одноименная с рукой над макушкой поделайте немножко я подправлю хорошо расслабьтесь немножко какие я увидел небольшие ошибки замечания первое не надо здесь очень широко здесь достаточно ширины плеч второе вес тела вот на этой ноге то есть мы разворачиваемся вот если показать работу стоп это вот так примерно выглядит здесь и здесь вот такие развороты и вес тела на задней ноге да здесь примерно нот есть варианты исполнения когда вертикально голень вот можно немножко чуть на себя держать главное чтобы колено не уходило в стороны весело на задней ноге теперь еще один важный момент плечи вот мы поднимаем руки вверх и нужно при научиться при поднятых руках расслаблять плечи чтобы они были опущены на самом деле обычный человек ему сложно так сделать и у вас есть шанс вот раскачивай здесь руки убрать зажимы поэтому очень внимательно смотрите чтобы плечи были мягкие без напряжения сейчас попробую показать внешне не поэты почти незаметно но тем не менее вот эти зажатости можно видно вот сейчас делаю и плечи напряжены подняты вот они пример так не знаю насколько это внешне видно а вот их опустил и руки как будто раскачиваются мягко-мягко поворачиваются то есть плечи расслаблены опущены вот подняты вот опущены и я голову взгляд поворачиваю то влево то вправо центр ладони примерно макушкой если я хочу добавить физики тогда я буду немножко ниже это вот приседать промежутки немножко при вставая и снова приседая углубляться и опять у вас тогда пойдет лучше улучшится кровообращение немножко теплее будет легче можно сделать мы так договорились физики и лирики вот это физики были а лирики более тонко они не так низко садятся но следят за более тонкими момента то есть вы можете сами отрегулировать величину посадочки давайте еще немножко поделаем эту форму возникает вопрос как работа стопы здесь действительно не очень просто вот я рекомендую такое исполнение когда вы сначала разворачиваете опорную ногу то сейчас у меня право будет посмотрите я под 45 поставил а за ней уже вторую ногу теперь у меня опорная будет левая стопа я ее поворачиваю сюда раз два три то есть вначале ориентирую стопу сюда под 45 потом доворачиваю здесь здесь разворачиваю под 45 и потом вторую попробуйте сейчас можно без рук немножко потренировать чтобы у правильное было положение стоп то есть здесь немножко пятка чуть чуть наружу будет и потом мы ориентируем сюда носок свободной ноге он направлен в сторону